Здравствуйте, старое колесо от запарника. Неожиданно, но об этом в конце. Сегодня я так и обещал, смешаю вот эти три пластика и попробую получить с них филамент АБС, высокопрочный полистирол и полилакрид это PLA АБС и ХИПС еще хоть как-то походят своими формулами А вот PLA, полилакрид вообще им не брат, он изготовлен из кукурузы, тростника или крахмала Напоминаю, что вот этот замечательный фотополимерник может быть твоим, описание как его заиметь снизу Но мы двигаемся дальше В прошлый раз я измечал, хранившиеся у меня бракованные детали, напечатанные из таких полимеров Как АБС, PLA, ХИПС, замечательной китайской кастрюлькой, которая размотала не только пластик, но и телефон Катерины Так вот, а что если смешать все эти пластики, предназначенные для печати Эксперимент конечно утопический, но почему бы и не попробовать? Такую смесь я задумал, для того, чтобы не сортировать различные полимеры по коробкам А скажем, закинуть все в одну кастрюльку и сварить вкусный борщ для печати Для начала докрошу АБС и экструдирую его, чтобы проверить, а можно вообще печатать уже используемым пластиком Да, пластика АБС у меня накопилось очень много В эту кастрюльку я насыпал детали, напечатанные заводским филаментом и тем, что я делал из корпусов радиоэлектроники Что-то пошло не так Ну что, один нож я сломал К счастью, есть зипа у этого аппарата, еще два ножа Ножи меняются очень легко, даже есть скромный торцевой ключ в комплекте Нифига себе, а вот тут я ужаснулся, еще бы немножко и ножи бы вылетели, оторвав мне яйца по самую шею Немножко выровняю и все-таки закончу дробить испытуемый материал Но прямо в пыль измельчать я не стал, да и зачем экструдеру нужны гранулы, а не песок При дроблении пластик нагрелся почти до 60 градусов Очень забавная русская рулетка Советуйте, надо как-то укреплять, наверное какую-то пластину сюда ставить Ладно, поставим экструдер Заодно проверю, насколько вторичный полимер жизнеспособен к вторичной печати Вроде неплохо льется, температура 210 градусов Для начала я хочу напечатать сито Почему я экструдирую на китайце? Просто у него короткий шнек, в отличие от бомжа экструдера Соответственно, гранулы для испытания нужно меньше Бомжа экструдером хорошо работает Когда у тебя есть гранула в достаточном количестве Чтобы сгенерировать филамента не на одну сотню метров Здесь же я хочу вытянуть нити всего лишь на испытания Еще раз повторяю, обязательно пользуйтесь средствами защиты Я вот раньше забивал на это, а сейчас сожалею Нить получилась стабильной, ну а что с ней будет? Это же заводской АБС Да, кстати, не надо никаких столов протяжки Я уменьшил температуру до 180 градусов И пруток очень хорошо и стабильно вытягивался под своим весом Как говорится, чем проще, тем лучше АБС не очень хорошо сцепляется со столом Для этого я применяю уже проверенный самодельный клей Это полистирол и растворитель Не знаю кто как делает, но всякие там канцелярские карандаши или лаки для волос Меня никак не впечатлили Приступлю к печати Заодно и проверю, насколько хорош этот, казалось бы, конченый АБС Который у большинства товарищей просто меняет прописку и переезжает на свалку Думаю, комментировать печать не стоит Вы сами все видите Хипс я уже плавил Сейчас поставлю небольшую нарезку по нему А вот ПЛА, но у меня его так мало Я конечно попробую Но если не получится с первого раза, то и не буду Тот самый принтер, который с любовью украшила Катерина И был сделан из высокопрочного полистирола А в простонародье Хипс Данный вид пластика тоже показал себя отлично В экструдировании Я бы сказал, даже чтобы к нему не было никаких замечаний Конечно же, по ударопрочности и износостойкости Его не сравнить Например, с тем же ПЭТ Но какие-нибудь, например, декоративные объекты Им вообще отлично печатать Так как он легко обрабатывается и растворяется в спиртах Вон какой красавчик Бендер получился Конечно же, после предыдущего пластика Надо почистить экструдер По этому поводу Но я уж не делаю прям генеральную прочистку А прогоняю 2-3 метра нового пластика Очень был удивлен, что ПЛА так легко поддался Что-то я уже не уверен А не напутал я чего? Регулировку скорости протяжки не пришлось осуществлять вручную Так как филамент просвечивает И оптический датчик просто просвечивает его насквозь Диаметр вторичного пла относительно получился стабильным 11 метров вторичного пла Я думал вообще ничего не получится Он же течет как ПЭТ Сейчас что-нибудь напечатаю с него Печатать я собираюсь на принтере с болден экструдером До этого я никогда не пихал самодельный пруток в систему подачи такого типа Боясь, что филамент будет застревать в подающей трубке Но здесь я просто уверен в диаметре данного прутка Напечатать я решил вставку для сита с более меньшим диаметром 3 миллиметра С температурными характеристиками, которые рекомендуют для печати ПЛА К сожалению, по завершению печати сразу же начал отдирать деталь Не дождавшись, пока она остынет Из-за этого вставка получилась неровной Но ПЛА я конечно такого не ожидал Я думал он будет течь Он отлично автоматировался Давайте приступим к главному Посмешиваем В этом куске видео я не вижу, что можно комментировать Насыпаю, взвешиваю по 60 грамм пластика Бодяжу Какой бутерброд из этого получится я не знаю Сама смесь красивая Вот это приколюха Вроде все получается На экструдирование ABS кипс ПЛА Это новый тип пластика Я потратил пару часов Пруд получился относительно стабильный И на редкость прочный Темно-серого цвета Столом протяжки я тоже пользоваться не стал Сами видите, как все стабильно и замечательно укладывается Покажу еще раз одним планом Что экструдируется именно та смесь, которую я засыпал Я смотал ABS, он мне еще пригодится И намотал новый тип филамента Получилось даже не знаю сколько Но сами видите, дохрена Напечатаю диски, чтобы хоть как-то проверить А можно ли им вообще печатать Стол пробовал в двух температурных режимах На 90 градусов, как ABS И на 60, как рекомендует ПЛА При последнем температурном режиме Диск отлично держался Измерим, что напечаталось Вот этим высокоточным прибором Верх-низ диска 1 миллиметр Толщина стенки 0,8 миллиметра Дополнение 40% Думаю, испытуемый неплохо справился Ну и напоследок Напечатаю такую матрицу для моего будущего проекта Интересно, слот не для углы, как у ABS Эта подложка не совсем маленькая Ее печать заняла Да сами видите, сколько времени Конечно же, все пошло не так гладко И на половине печати произошел засор сопла Да, не совсем чистая была гранула Но все-таки на повторном прогоне Так называемая матрица напечаталась В общем-то матрица отпечаталась Но, к сожалению, один угол отлился от стола Из-за этого квадрат получился неровный Ну да ладно, это мой косяк Неправильно выбрал температуру на столе Температура была 55 градусов Я ставил температуру как для PLA Надо было выбрать что-то среднее между ABS и PLA Например, градусов 80-100 включить Вообще, думаю, если поиграть с настройками Можно добиться лучшего результата Ну а сейчас я планирую рассказать о колесе, которое ты видел В конце я планирую делать анонсы своих будущих видосов Если вам интересен такой формат Пишите буквы под видео Смотрим! Будучи отпускником, прожигая жизнь в городе Сочи Я встретился с Александром Который пожертвовал мне целую кучу гироскутеров Так вот, теперь у меня чешутся руки Чтобы сделать им какой-нибудь апдейт В общем-то я поперся за колесами от подоцикла Но мне попались колеса от запарика Будем вставить их Только откопаю По дороге назад возле учебного заведения Мне попались вот эти осветительные приборы Непонятно, что это за материал Скорее всего, это поликарбонат Из которого в будущем я тоже попробую что-нибудь напечатать Очень интересный материал Мне кажется, что из такого материала делают габариты для машины Но в будущем посмотрим, можно ли с него что-нибудь напечатать И будет ли он прозрачный Не забывайте, что 16 мая мы разограем вот этот замечательный фотополимерный принтер Если ты еще не зарегистрировался Вперед, ссылочка под видео Да, ребята в инстаграм увидели первыми филаменты из этой пластиковой каши Можешь увидеть и ты Вот адрес Если у тебя идиотские и как другим кажется отстойнейшей идеи То сама то тебе оставить килобайты букв под видео Я очень люблю такие идеи И думаю, что вместе мы сможем воплотить их в жизнь Чаще стимулируйте нейроны Не болейте И храни вас Господь До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин